Вам надо цепляться за всех, кто хочет вам, не то что помочь, хочет сотрудничать. Кто хочет благо, а кто нет. Это очень важный вопрос, потому что вы озвучили немножко свое видение. А я бы сказал, что вне парламентской партии, хотя действительно не так много внимания нужно в эту сторону, но тем не менее, они сами все время высказываются против партии власти. И высказываются не в конструктивном ключе, а они все любые решения критикуют. Причем, когда начинаешь вкапываться, вчитываться, понимаешь, что там половина манипуляции, половина похожа на ставки букмекерами по сравнению с настоящей футбольной игрой. То есть, когда со стороны какие-то решения можно придумать миллион опций, когда ты реально находишься на поле боя, есть гораздо меньший выбор инструментов. И вот любая правящая партия, она исходит из того выбора инструментов, которые у нее есть. Поэтому, если будут конструктивные предложения, и как вы думаете, вот партия, которая вот таким, ну, постоянно атакует правящую партию, она готова сама к диалогу? То есть, я бы так поставил вопрос. Вы знаете, я когда-то был на ТВ-7, и там Слуцарь был в оппозиции, он критиковал власть. Я говорю, слушай, а что вы сделаете? И Слуцарь, очень великолепный ответ, я не скажу, потому что власть может забрать и сделать это, и мы от этого проиграем. Понимаете, у вас очень есть выигрышная ситуация. На самом деле, вы, наверное, или кто-то другие, анализируете высказывания оппозиции, вот когда они вот это, вот в парламенте иногда звучит. Так вот, пригласил министра экономики. Вот как мы начали. Пришли 10-15 партий, неважно. Обсуждается только экономическая проблематика. Ну, экономическая проблематика инфляция, экспорт, инвестиции. Сразу круг вопросов. Давайте ваше предложение. Сидит человек, записывает. Потом Алайба выступает и говорит, смотрите, вот где-то на телевидение приходит, смотрите, что они предлагают. Вот из 20 предложений может быть одно конструктивное, а все остальные общие слова. Что там сотрудничать? Вот кто рвется к власти? На самом деле это и происходит, потому что эти встречи есть, это диалог есть. Я могу говорить, давайте пригласите, послушайте, а потом говорите. Господин Дронович, что-то вы молчите. Вы знаете, если бы меня бы не обманули, когда мне позвонили и пригласили на передачу, я бы не пришел бы на этой передачи. Мне сказали, что будут два приглашенных. Мне не сказали, что будет представитель власти. И я не хожу на телевидение, где имеется представитель власти. Потому что здесь должны приходить люди и говорить, как видят свою проблему, власть имеет свою трибуну, и она имеет. А что мне говорить человеку, у которого 30 лет, и говорит мне, что я не знаю, я не знаю, как государство. Вы говорите, прежде всего, зрителю и аудитории, которая вас смотрит. Нет, ну слушайте, когда говоришь с умными людьми, и у тебя рождаются умные мысли. А когда приходит человек и путает менталитет партии с государственным менталитетом, о чем говорить? Вы же видите, мы говорим полтора часа, и он говорит в парадигме менталитета партии. Мы пытаемся говорить в парадигме государственного менталитета. О чем говорить? Это ваше мнение. И, конечно, сейчас прозвучали очень изящные намеки. Но за каждого говорит то, чего он добился. Поэтому мы не будем комментировать эйджизм. Господин Дрон, у вас так никто не услышит, если вы не захотите. О чем говорить? О чем говорить? Вы меня спросите. Я вас спрашиваю. Давайте, вот мне интересно послушать, если честно, ваше мнение по поводу протеста в партии Шор. И вообще, будет ли она объявлена вне закона? А оппозиционная партия, это неправильная партия, которая говорит о оппозиционных партиях, и говорит о не партии власти. Для меня, если вы меня спрашиваете, для меня политическая эгоизма, я вообще не должен ничего говорить, и даже предлагать сотрудничать с партией. Пускай они тонут. Вот господин Андреев. Нет, ну слушайте, я отвечаю, я издалека вам отвечаю. Но ввиду того, что я в первую очередь гражданин этой страны, а потом председатель партии, я пытаюсь с этой властью как-то говорить, слушайте, мне завтра здесь жить. По мне, если меня спрашивают, и партию Шор, и партию ПАС, вот если они исчезнут с этой площадки, вы знаете, жизнь будет по-другому. Политическая жизнь, во-первых. И во-вторых, будет политическая жизнь во всех смыслах, будет диалог, будет немонетизация политической жизни. Появится волонтериат работать на партии, политикой заниматься на волонтерском основе, а не на денежном основе. Эта власть помогает партии Шор зарабатывать деньги. Деньги не идут, как сказал мой коллега из Израиля. Деньги здесь на месте. Вы меня спросили про партию Шора, слушайте. А я вам сейчас скажу, как при взгляде, при нынешней власти он делает деньги. Аргеев контролируется партией Шор. Я опять не говорю о том докладе, я говорю конкретные дела, которые я веду против Шора в судах на протяжении четырех лет. Он издал решение, принял, и повысил ставки тем, кто продает алкоголь и табак. Пятьсот раз, шестьсот раз. И вот восемнадцать человек, которые в фирм, которые обратились ко мне, мы пошли в суд, чтобы аннулировать вот эти таксы, которые они поставили, потому что бизнес исчезает. И он открыл государственное предприятие, то есть муниципальное предприятие. И вот это предприятие начало продавать эти сигареты и алкоголь. То есть маленький бизнес ввиду этих высоких потолков не может продавать, они закрываются. И вот через это предприятие продается алкоголь. Но что здесь самое важное? То, что может кто-то сказать, что предприятие продает ничего. Поставки ввиду того, что закрывается адути-фри, а там алкоголь и табак, идут в это предприятие. И знаете, самое важное? Все хотят продавать, но никто не платит. А у него государственные предприятия местного значения, которые ему платят деньги за то, за поставки товара. А будут продаваться алкоголь или не будут продаваться алкоголь? Это не важно. Главное, я поставил товар, и мне заплатили. И вот он там зарабатывает деньги. Вы понимаете как? Я через судов уже 4 года не могу добиться, а здесь имеется канцелярия, правительство, которое может своим предписанием на первый раз предупредить, а потом идти в суд. Почему канцелярия не идет и дает возможность Шору зарабатывать эти деньги здесь на месте? Вот и вам ответил. Как здорово вы представителю партии и власти объясняете, как они сказали. Да, но я же не знаю государственную работу. Я же не знаю государственную работу. Говорите, не пришли бы на программу. На самом деле, Вольтер когда-то сказал, что если бы Бога не было, его нужно было бы выдумать. Если бы не было Шора, партии и власти пришлось бы его выдумать, потому что иметь такого оппозиционера, мошенника с судимостью, это вообще вам страшно в данной ситуации повезло, потому что даже другая оппозиция, которая может быть, я не имею в виду присутствующих, я имею в виду других, которая не лучше Шора, но она старается дистанцироваться от Шора. Поэтому тут редкое везение, но оно не вечно. Поверьте, вы как только закроете эту партию, ну, не вы, я имею в виду, а все пройдет соответствующие процедуры, партию-то легко закрыть, но электорат уйдет туда, куда Кремль его направит, где будут финансы. Я не знаю, кто его поглотит, кто там, или они объединятся с коммунистами, старыш станет лидером объединенной партии, потому что он уже прошел, как это называется, кастинг у Путина, его показали Путину. Вот видишь, как это когда-то Сталин сказал, какой красивый молдаванин показали на Брежнева, так и тут какой красивый молдаванин показали на старыша. Или что-то другое придумают. Вот тогда вам по-настоящему станет тяжело, потому что отпадет вот этот шаризм, а будет что-то такое, вот же какая-то идея появится и так далее. Но на самом деле мы можем как бы посмеяться, а проблема действительно очень серьезная. И хотите, вы не хотите. Я сейчас не говорю в данной ситуации о Шоре. Я, может, больше вас хуже отношусь к оппозиции по разным причинам. Но все равно надо себя перешагнуть, нравится, не нравится, надо искать диалог с оппозицией. Хотя бы для начала начните с проевропейской оппозиции. Она есть. Из партии проевропейской пригласите их, начните с ними беседовать. Я понимаю, там достаточно сложные люди, непростые люди, но что-то надо делать, но нельзя изолироваться полностью от всех. Это абсолютно, поверьте мне, ненормально. И в обществе... Вы знаете, у меня был такой очень эпизод. Вот у меня провалился один проект. Я когда-то договорился с ректорами университета создать такую платформу для обсуждения проблем Молдовы. Ну, с очень серьезными, с госуниверситетом, с экономической академией, с медицинской академией, с академией наук вел переговоры. Собрались мы первый раз. Если вы не обижаетесь, мы можем это обсудить. Не-не, я закончу очень быстро. И ждали... Я попросил, чтобы пришли представители власти. Потом мне позвонил, попросил одного депутата. Потом он позвонил и сказал, никто не хочет идти. А я там выступал, и мне сказали там профессора, господин Андреевский, зачем вы нас собрали? Я говорю, ну, чтобы как-то поддержать власть какими-то проектами. О власти это нужно? Я ничего не мог сказать. О власти это нужно? Я скажу еще... Я вижу, что вам становится интересно. Нет, 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 нет. Вы мне сказали, я отвечу на вопрос про европейское или не про европейское. Спасибо за вопрос. Дорогие граждане, откройте сайт Pona.media. Вы там найдете... Такое место для рекламы. Да, но вы меня спросили. Просто скажите, да или нет. Скажите, партия защиты животных на советском пространстве имеется, она в европейском пространстве сколько? Я думаю, что ответили на ваш вопрос, потому что партии такого рода, они не свойственны советскому пространству, они свойственны европейскому пространству. Если вы хотите, мы сотрудничаем, и мы являемся плодом сотрудничества с партией голландской по защите животных. И у нас вообще 20 партий, которые мы сотрудничаем, а мы про европейской ориентации партия, которая держится идеологией консерваторизма, как ни странно. Но это другой вопрос. Я хочу еще говорить вам, как нынешняя власть способствует ШКОРу, и мы просто являемся игроками, которые смотрим со стороны. Я одно дело выиграл ШКОРа. Давайте мы дадим слово представительной партии. Я одно дело ШКОРа выиграл. Я хочу сказать, что господин Андреевский очень правильно сказал, что... Мы проиграли дело. Народ проголосовал, и мы пришли. Господин Андреевский очень важно сказал, что вот нужен этот диалог. Я думал, что мы эту тему закрыли, и мы сказали, что мы открыты к диалогу. Но я имею в виду, что этот диалог нужен с партиями, которые не являются незначительными, представителем которых является господин Андреевский. Поэтому с любыми партиями, у которых есть конструктивные, вот они билетеристические предложения, мы будем общаться. Я говорю еще раз, мы не смотрим не на партии, а на экспертов. Есть партии, в которых только 2-3 человека, которые являются экспертом ни в чем. А если есть эксперты, пусть они будут непартийными. Даже в этой студии... Ну в чем эксперты? В какой области? В музыке, в искусстве. А юстиция вас интересует? Интересует как гражданин. И какой стаж у меня юстиции? Поэтому мы сейчас с вами не будем обсуждать, потому что... Не, не, ну вы говорите, что нет партии... Я не занимаюсь юстицией. Это очень такой разговор. Не, не переходим, уважаемый... Господин Бацан. Да, если о партии Шора, то это партия клиентов в социальных магазинах. Сейчас вот эти клиенты, эта сеть клиентов, она расширяется. Клиентами становятся участники этих митингов, потому что они оплачиваются. И я спрашиваю себя, куда смотрят наши органы, потому что люди там зарабатывают деньги. Насколько я знаю, все, которые зарабатывают деньги, должны платить налоги. Вот такие интересные мысли. А вы допускаете, что если партия Шора здесь будет объявлена вне закона, соответственно, этот проект кремлевский провалится, то что тогда? Нет, потому что мы понимаем, у партии Шора уже есть платформа. Это партия коммунистов. Те представители партии, которые вошли в так называемый комитет национального спасения, это партия коммунистов, это партия патчи господина Кавкалюка и партия господина Мишина. Вот у вас уже три платформы, на которые могут перекочевать элита, так называемая партия Шор. Потом у нас же очень интересная ситуация. Многие годы, вот и благодаря господину Дрону, это, кстати, очень важный момент. Благодаря господину Дрону Конституционный суд постановил, что право граждан на объединение политической партии в Республике Молова искусственно, в общем-то, затруднено. И партия, и Конституционный суд принял хорошее решение. Либерализировал возможность регистрации партий. И это означает, что если партию Шор Конституционный суд объявит неконституционной, то они очень просто, очень быстро создадут другие партии. А те потоки денег и поддержки, скажем так, подрывной, которая существует, господин Рук подтвердил, что да, и все подтверждают это, мы находимся в гибридной войне, то это все как-то очень быстро восстановится. Конечно, будут у партии Шор... Это слишком очевидно. Это будет очевидно. Поэтому здесь нужны очень важные решения, которые бы приняли власти. Я не понимаю, почему в Республике Молдова политическая партия может использовать социальные магазины для того, чтобы создать себе электорат. Я не понимаю. Я знаю, в Англии прописано в законодательстве партии о том, что партии не могут заниматься благотворительной деятельностью. Я не понимаю, почему партия Шора могла создать клиентов, которые стали избирательными этой партии, потому что он создал сеть социальных магазинов. Идея принадлежит Владимиру Георгиевичу Плакопнюку. Но Владимир Георгиевич и партия, демократическая партия, все это придумала тогда более-менее, скажем так, в рамках закона. Эти социальные магазины, эта сеть должна была быть, в общем-то, создана районами, консилии районами, советами, и финансироваться из бюджетных денег. Я всего-то не понимаю. Я не понимаю, почему нельзя разрешить эту проблему и привести партийные дела в русле существующего законодательства. Редактор субтитров А.Семкин